МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире телеканал Регион-12, информационная программа 12, новости республики. Интернет-версия на сайте tvregion12.ru в студии Дарьи Разинова. Итоги социально-экономического развития МРИЛ за неполные пять месяцев 2016 года. Результаты праймери с Единой Россией и некорректные методы ведения политической агитации одной из партий во время празднования Дня Победы. Клава МРИЛ Леонид Маркелов затронул эти и другие вопросы в ходе расширенного интервью телеканалу «Регион-12». Леонид Игоревич, подходит к концу мая, это значит, что республика прожила уже пять месяцев не самого простого 2016 года. Как вы оцениваете текущую ситуацию в регионе, а именно в экономике и бюджетной сфере республики? Очень тяжелая ситуация, непростая. Вы знаете, падение, конечно, есть объем в узкой продукции в промышленности. Село не упало, а даже подросло за счет мощного такого движения, импульса, который придает республике холдинг Акашево. И более того, он продолжает инвестиции. Там есть, конечно, какие-то задержки, технические вопросы, но все равно в девятую очередь будет построено, потому что уже треть построена этого объекта. Где-то около 5-7% по итогу года мы рассчитываем рост по селу. Сейчас это порядком 5%. Жилье, как ни странно, 110% к прошлому году. То есть темпы гражданского строительства, как принято в Советском Союзе были говорить, достаточно впечатляет. Общая деятельность строительства немножко упала. Почему? Ну, за счет того, что, конечно, не строится производственная площадь. Сегодня задача промышленности не стартовать, а выжить. Сохранить свои коллективы, сохраниться на рынке и при изменении ситуации экономической выйти полным объемом выпускаемой продукции. Даже те падения, которые сегодня есть, это порядка 7% промышленности к прошлому году, это несущественное падение, потому что за 2017 год мы выровняемся и будет прирост. Даже в таких сложных условиях мы продолжаем реализовать инвестиционный проект. Открываются новые рабочие места, открываются новые цеха, приобретается оборудование. Экономика растет. Пусть не такими темпами, как мы привыкли, но главное, что она растет. – Леонид Игоревич, в минувшее воскресенье прошли праймеры с «Единая Россия», явка по республике была довольно-таки высокая, выше, чем в среднем по стране. Как Вы считаете, какова главная цель этой политической акции и была ли она достигнута? – У нас прошли выборы недалечие, как год назад. По итогам этого выбора республика вновь уверенно шагнула в красный пояс. 30% коммунистов. Причем люди какие-то неизвестные никому. Просто голосовали, потому что на картинке с Зюгановым кандидат был изображен. Это отливает инвесторов. Мы не видим такого притока желающих строить что-то в республике. И откровенно бизнес говорит, мы боимся, боимся красных. Что они сделали в 2017 году, 70 лет советской власти показали, что они способны. Поэтому, конечно, нужно сохранить политическую стабильность. Сегодня победа «Единой России» нужна не только мне, не только «Единой России» в республике Морел, нужна всей стране. Это партия, которая поддерживает, скажем так, власть федеральную. Прежде всего, президент России Владимир Владимирович Путина. И, безусловно, необходимо парламентское большинство для того, что Владимир Владимирович мог проводить свой курс. Потом нужно посмотреть, понимаете, вот люди, которые встали сегодня в список «Единой России» от республики Морел и Лариса, Яковлева у нас по округу будет идти. Это наш человек. Она работала и работает в республике, на благо республики работает. Это Светлана Солнцева, все мы ее знаем. Достойные люди. За них не стыдно голосовать. Не стыдно, что они представляют нас в списке «Единой России». Леонид Игоревич, на днях в сети интернет появилась информация о том, что 9 мая, в день празднования Дня Победы, вы сделали замечание активистам КПРФ, которые агитировали за своего кандидата, воспользовавшись праздником. Как прокомментируете эту ситуацию? Бессовестный, ребят. Я не стесняюсь. 9 мая, День Победы, это праздник, святой праздник для нашей страны. Не надо примазываться к великим делам. Это святое. И раздавать шарики детишкам, агитируя их родителей, тоже, мне кажется, недобросовестная агитация. А что я сделал замечание, я его и сделал замечание. Я и сейчас считаю, и сейчас им скажу то же самое. Нельзя в святой день заниматься пропагандой коммунистических идей, агитировать за кандидатов от КПРФ. Это не выборы. Вот будут дебаты. Пожалуйста, шарики, листовки, агитки. Пожалуйста, День Победы, пусть будет святым для нас всех. Более полутора миллиардов рублей составит объем финансирования, направленный на ремонт и реконструкцию дорог города и республики. Средства будут выделены из федерального, регионального и муниципального бюджетов. Сами ремонтные работы начнутся после проведения торгов и заключения госконтрактов. Впрочем, стоит отметить, что ремонтные работы в Ишкарале стартовали еще в апреле. И к настоящему моменту проведен ямочный ремонт большей части уличной дорожной сети города. Какие улицы столицы будут отремонтированы в самое ближайшее время, а какие попадут под капитальный ремонт – в нашем материале. Хасаново, Серова, Вознесенская, Панфилова, Гагарина, Успенская, Соловьева, а также крупные городские магистрали, Ленинский проспект, Карломаркса, Красноармейская. Теперь движения по этим улицам не вызывают головной боли за свой автомобиль у водителей Ишкаралы. Эти названия в числе первых дорог, попавших под ремонт. Напомню, что дорожники приступили к наведению порядка на транспортных магистралях столицы Мариэл во второй половине апреля, сразу после установления относительно сухой и теплой погоды. В Ишкарале на дорожное строительство и ремонт придомовых территорий будет выделено 316 миллионов рублей. Это немного меньше, чем в прошлом году, но все проблемные участки уличной дорожной сети Ишкаралы будут приведены в соответствующие нормам состояния. К тому же продолжатся и крупные работы по строительству и реконструкции. Они коснутся Ленинского проспекта на участке от улицы Вознесенской до Советской, а также бульвара «70-летие Победы» на участке от улиц Петрова до Воскресенского проспекта. Ремонт проезжей части будет проведен на строителей, машиностроителей, водопроводной. Ямочный ремонт затронет Волково, Луначарского, ГСБ, Кирово, Чехово и другие. Весь список улиц, предполагаемых к ремонту, вы видите на своих экранах. Суммы, которые мы каждый год выделяем на ремонт дорог, они от года в год все выше и выше. Вот город Ишкарала в этом году получает 316 миллионов рублей на ремонт дорог. Город Волж 30 миллионов. Хорошие деньги. Космодемианц 20 миллионов. 657 миллионов мы выделяем на республику и на поселки включая. В Красногорск отдельно моим решением получает 5 миллионов рублей. Там действительно серьезная ситуация с дорогами. То есть деньги живые, они находятся в республике и все эти деньги будут заплачены. Задача теперь, чтобы дорожники наши смогли эти контракты освоить и своевременно, и качественно сдать. Я на них надеюсь. Кстати, завтра движение в центре города будет несколько затруднено. С 6 утра субботы до 8 вечера для всех видов транспорта будет закрыт участок Ленинского проспекта от Вознесенской до Советской. Ограничение движения связано с выполнением работ по фрезерованию покрытия проезжей части дороги. Ну а завершится начатая в прошлом году реконструкция этого участка в следующие выходные. Дорожники уложат верхние слои асфальта и нанесут разметку. В Мариел выбрали лучших предпринимателей. В финал республиканского конкурса вышли 16 представителей малого и среднего бизнеса, занимающихся производством, сельским хозяйством, торговлей и сферой услуг. Это предприниматели практически из всех районов Мариел, которые вносят свой вклад в развитие экономики региона. Работников около 70 человек. Площадь производственных помещений почти 7 тысяч квадратных метров. В планах расширение как минимум до 10 тысяч. Картон, сделанный в Мариел, сегодня охотно приобретают не только местные производители, но и предприятия из Нижегородской, Кировской областей, Татарстана и Чувашии. Только в прошлом году Марийская картонажная мануфактура выпустила около 3 миллионов квадратных метров картонной продукции. При этом практически ежегодно предприятие становится участником программы поддержки малого и среднего бизнеса. Управляющий Марийской картонажной мануфактурой Денис Трофимов в этом году получил главный приз республиканского конкурса «Предприниматель года». Несколько лет назад в этом же конкурсе он взял номинацию «Молодой директор года». С тех пор, говорит Денис, многому научился. Набрались опыта, утвердились на рынке, научились правильно работать. Нам есть чем гордиться. Наши продукции знают не только в республике Морел, но и по России. У нас сплоченный дружный коллектив, можно назвать его командой. Мы являемся партнерами всех крупных производителей нашей республики и надеемся оставаться в лидирующих позициях. Основные критерии отбора – успешные финансовые показатели, отсутствие задолженности по кредитам, налоговым отчислениям, заработной плате, оценивают и социальные проекты, в том числе благотворительные. В номинации «Молодой директор года» победитель из Казмодемьянска, владелица ресторана в городе на Волге Мария Алехина. Женщина-директор года Ольга Сурдина, исполнительная директора Ишкаролинского хладокомбината. Впервые в этом году учредили и новую номинацию за многолетний добросовестный труд. Здесь победителей сразу двое – своего рода капитаны бизнеса. Директор предприятия «Медведевский хлеб» Владимир Мухин и председатель совета «Ардинского сельпо» Александр Павлов. Конкурс «Предприниматель года» проходит в МРИЛ уже в 17-й раз, но, увы, только на региональном уровне. На федеральном этапе лучших предпринимателей профильное российское министерство пока не отбирает. Зато продолжают реализовывать программу по поддержке малого и среднего предпринимательства. И здесь наш регион на условиях софинансирования успешно привлекает федеральные средства. Мы каждый год с 2005 года участвуем в конкурсе, который проводит Минэкономика Российской Федерации на привлечение средств федерального бюджета сюда, на поддержку предпринимательства. Конкурс мы выиграли. Мы заявлялись по мероприятиям на поддержку бизнеса по возмещению затрат на приобретение оборудования. Неважно, приобретено оборудование за счет собственных средств, кредитных ресурсов или в лизинг. Поэтому мероприятие мы выиграли, мы ждем подписания соглашения. Кроме того, мы еще заявлялись на привлечение федеральных денег для того, чтобы достроить, оснастить полностью мебелью, компьютерами, инкубатор, который мы строим в Медведеве. Мало того, что мы выиграли этот конкурс, мы сверх лимита получим деньги. Общий объем субсидий из федерального бюджета под данным регионального Минэкономразвития составит более 55 миллионов рублей. Только в прошлом году в рамках программы за счет средств республиканского и федерального бюджетов поддержано 200 бизнес-проектов. Участниками программы было создано почти 400 новых рабочих мест. Внимание! Непогода! С наступлением выходных тропическая жара, которая держится в Мурел на протяжении нескольких дней, сменится относительным похолоданием. В субботу через республику пройдет холодный атмосферный фронт, который принесет грозовые дожди с градом. В воскресенье и понедельник регион окажется на юго-восточной периферии скандинавского антициклона. Поэтому снова будет солнечно, температура не поднимется выше плюс 25 градусов. Как прогнозируют синоптики, в середине следующей недели в Мурел похолодает. Максимальная дневнамная температура воздуха во вторник-пятницу составит всего 15-20 градусов тепла, а по ночам воздух будет остывать до 3-8 градусов. Первые и в кубке, и в первенстве. Футболисты ежкаролинского спартака Мурел в семи проведенных матчах не потеряли ни одного очка и по-прежнему идут первыми, при том по всем фронтам. Наши лидируют и в привожском первенстве, и в группе «Б» розыгрыша любительского кубка. Май месяц для ежкаролинского поклонника футбола выдался более чем насыщенный. Помимо решающих матчей российской премьер-лиги, а также европейских чемпионатов и кубков, жители столицы Мурел имели возможность поболеть и за «Спартак», ну тот, который Мурел. Да, понятное дело, уровни даже нет смысла сравнивать. Однако сходить на своих футболистов, да которые еще с перспективой, почему бы нет. А еще когда матчи не по разу в неделю, с заведомо крупной победой красно-белых. Что интереснее, шкаролинцы в этом сезоне играют как бы на два фронта, и в первенстве, и в кубке. Правда, особого дискомфорта в победную поступь «Спартака» это не вносит. К тому же график игр составлен так, что у футболистов достаточно времени, чтобы восстановиться. Крайняя игра на дружбе была как раз кубковой, против команды из «Воткинска». Это у Дмуртия. Если вкратце, то после первого тайма подопечные Нинашкина ожидаемо вели со счетом 3-0. А вот дальше все пошло немного не так. Во-первых, сразу после перерыва ворота красно-белых встал второй голкипер. Во-вторых, на протяжении второго отрезка игры, притом в первой его половине, на поле на замену вышли шестеро молодых футболистов. Своего рода интрига. Сможет ли, по большому счету, второй состав «Спартака» показывать такую же игру, как и основа? Ожидаемо молодежь не совсем смогла. Во втором тайме наши игроки пропустили два гола, притом один с пенальти. Да и в атаке молодежь преуспела не очень. Забила всего лишь один гол. Еще один гости забили себе же самостоятельно. В итоге победа «Спартака» со счетом 5-2. В общем, в зачете Кубка и Первенства – седьмая победа красно-белых из семи возможных. Задача была поставлена на то, чтобы дать поиграть всем, молодежи дать поиграть, чтобы обстучались, в общем-то, может, где-то ошибались. Ну, и чтобы побольше поиграли. Кому сегодня? Кто? Минут 30-40 поиграли. И к тому же результат первого тайма позволял выпустить их. Поэтому результат, в общем-то, все равно ставился во главу угла. То есть победа все равно нужна была. Ну, и, в общем-то, получилось так, что мы и выиграли, и молодежи дали поиграть побольше. Конечно, игра немножко другая пошла, но ничего. При всем при этом могли забить еще 3-4 момента железных было. То есть, ну, нормально. Итак, до 7 июня поклонники «Спартака» могут болеть за свою команду пассивно. Красно-белые проведут выездные матчи в Тольятти и Ульяновске. Да и в июне домашних встреч будет всего 2. 7 числа в рамках Кубка наша команда будет принимать молодежку ижевского «Зенита». 15 июня в рамках первенства дубль Оренбургского газовика. Информационная программа «12. Новости Республики» продолжается. Выпуски Мариел ТВ смотрите в полседьмого утра. Интернет-версия на сайте tvregion12.ru, а также YouTube-канале и группах «ТВ Регион 12» в социальных сетях. В студии Владария Разинова. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Площадь Оболенского-Ноготкова открыта в Ишкарале 4 ноября 2007 года. По соседству здание правительства республики, администрации города, а также сразу два государственных вуза. Центр притяжения горожан и гостей Ишкаралы – национальная художественная галерея. Но для тех, кого интересует мода, открыты двери современного торгового центра. Каждое утро мы ломаем голову при выборе одежды, которая, как правило, соответствует нашему настроению, выбранному поводу и отвечает модным тенденциям. Основополагающее правило повседневного стиля не изменилось. Одежда должна быть не просто опрятной, но и комфортной. Как соединить все эти качества сегодня в рубрике «Галерея стиля». Прямая осанка, грациозная походка и всегда удобная одежда и обувь. Оксана уже несколько лет работает преподавателем танцев, а также сама является действующим танцором. Каждый новый день для любой девушки – это еще один повод нарядиться. Впереди много праздников, и поэтому я решила обновить свой гардероб. Стиль сафари остается актуальным из года в год, но каждый раз кутюрье приносит в него что-то новое. В этом году это шорты довольно строгого фасона и приталенная рубашка. Платье нежно-розового цвета. Универсальный оттенок подходит и блондинке, и брюнетке. Органично смотрится как в легких повседневных сарафанах, так и изысканных вечерних комплектов. Классические модели брюк с рубашкой могут выглядеть женственно, если выбрать романтический фасон верха, например, с валаном или жабом. Небольшая раскованность в виде полузаправленной рубашки или брюк-лёш помогут создать актуальный лук на каждый день. Многообразие предлагаемых моделей летнего платья заставит вас серьезно задуматься, выбирая подходящий вам фасонный цвет. Профессионалы советуют в этом выборе руководствоваться особенностями своей внешности. Например, обладательницам темных волос подойдут геометрические и абстрактные узоры насыщенных цветов. Хочется раскрасить свой летний гардероб яркими красками. И сегодня я остановила свой выбор на этом платье. Оно очень комфортно и подойдет не только для прогулок с дочерью, но и для вечерних мероприятий. Огромный выбор мужской и женской обуви на втором этаже торгового центра галереи. В отделе обувь представлены бренды Макс Мара, Эмшус и Слагэс. Обувь на любой вкус, а самое главное по доступным ценам. Не хотите пропустить новую коллекцию или сезонную распродажу? Заполняйте анкету в торговом центре галереи и получайте СМС-уведомления о новинках моды. Только 28 и 29 мая. Большая распродажа на всю обувь до 50%. Подробности у продавцов-консультантов. Рубрика «Надежное решение» продолжает рассказывать о современных технологиях в строительстве, ремонте и обустройстве быта. Тема сегодняшнего выпуска – жидкая теплоизоляция «Изолат», разработанная российскими учеными в 2012 году. «Изолат» прост в применении и универсален. Применять его можно как в промышленности, так и в решении проблем теплоизоляции в обычных домах и квартирах. Существует такой материал, как жидкая теплоизоляция, называемая «Изолат». Он состоит из жидкого связующего, наполненного керамическими и силикатными шариками, которые наполнены разряженным воздухом, которые и создают эффект теплоизоляции. Тем он хорош? Тем, что он может сноситься без какой-то специальной подготовки кистью или безвоздушным способом, специальными приборами. Кистью тем хорошо, что любой житель нашего города может утеплить у себя стену, какую-то трубу, чтобы она не отапливала воздух. И всевозможные те моменты, когда кто-то где-то провязывает. Эта краска «Изолат» имеет белый цвет, который терпит УФ-излучение, не разрушается под солнцем. И также эту краску можно заколеровать любой краской под любой цвет, который вам понравится. «Изолат» обеспечивает хорошую адгезию к любой поверхности. Его можно использовать в широком диапазоне температур до плюс 500 градусов Цельсия. Он демонстрирует высокую стойкость к воздействию ультрафиолета и обеспечивает предотвращение конденсата на холодных металлических поверхностях. Техника экономическое сравнение показывает, что теплоизоляция на основе покрытия «Изолат» толщиной от 2 до 20 мм соответствует 40-60 мм минеральной ваты или 40 мм пенополистирола. При этом сметная стоимость изоляции 1 квадратного метра поверхности ниже на 20-30%. Материал не требует дополнительной защиты снаружи. Срок службы составляет не менее 10 лет. Его свойства наглядно демонстрирует простой эксперимент. Сейчас мы проведем эксперимент снова на утюге. То есть полутюга мы обработали «Изолатом-2» для котельного оборудования до плюс 120 градусов, который терпит. И подошва, не обработанная «Изолатом», и с помощью контактового термометра, который очень точным прибором является, мы установим разницу между обработанной поверхностью и необработанной поверхностью при включенном утюге. «Изолатом-2» Как показал эксперимент, именно разница температур достигается между обработанной и необработанной поверхностью 60-40 градусов. Это очень хороший показатель, что мы не будем отапливать улицу, а сохраним тепло в своем жилище. Основное назначение материала – снижение теплопроводности – обуславливается способностью покрытия отражать и рассеивать излучение. До 80% световых лучей и до 90% инфракрасного излучения и низким коэффициентом теплообмена совоповерхности в окружающий воздух. При длительном нагреве и воздействии солнечного света свойства сверхтонкой теплоизоляции не меняются. Ультрафиолетовое излучение полностью отражается, не нанося вреда изоляции. Практичные и долговечные решения для строительства и ремонта предлагает своим клиентам торговый дом «Герметик». Сотрудники торгового дома «Герметик» успешно решают проблемы гидроизоляции, теплоизоляции, герметизации любых объектов, помогая своим клиентам в подборе герметизирующих материалов, предлагая консультации по их монтажу. Кроме того, торговый дом «Герметик» является эксклюзивным представителем марки «Данке» в Ишкар-Але. «Данке» – это линейка высококачественных подоконников с глянцевым акриловым покрытием, представленные в широкой цветовой гамме. Отличная новость для Ишкар-Алинцев. Дорогие друзья, торговый дом «Герметик» стал намного ближе к вам. Мы открыли свой фирменный отдел на центральном рынке города Ишкар-Але. Сити-центр, первый этаж. Здесь вы можете приобрести весь ассортимент товаров, которые находятся у нас на Баумана 100. Даже заказать подоконники и откосы в нарезку по вашим размерам. Внимание! Магазин «Герметик» на Баумана 100. Работает в прежнем режиме. Все подробности по телефону в Ишкар-Але. 55-37-00. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова